Увидеть море глазами знаменитого художника, русского мариниста Ивана Айвазовского, уже начиная с завтрашнего дня, можно будет на масштабной выставке в Москве, в Третьяковской галерее на Крымском валу. Около 150 произведений, графических и живописных. После недавнего оглушительного успеха выставки другого русского художника Валентина Серова организаторы призывают покупать билеты заранее с помощью интернета. Алексей Зотов уже увидел некоторые шедевры. Москву накрыл Девятый вал. Самое грандиозное полотно Ивана Айвазовского впервые после блокады Ленинграда покинуло стены русского музея. Перед картиной, говорят, рабели даже бывалые моряки. Отчаянная воля к спасению. Самая разрушительная волна. И море абсолютно живое. Действительно ощущаешь, как эта волна поднимается и захмостывает. Такой эффект 3D, ради которого сегодня люди ходят в кинотеатры и смотрят фильмы-катастрофы. Катастрофу корабля, в которой погибли 389 человек. Айвазовский пишет по рассказам выживших. Судно разнесло в щепки. А эту бурю под Евпаторией, когда корабли и лодки сорвало с якорей и унесло в море, как потрясенный художник, видел своими глазами. Однажды он и сам едва не погиб. Газеты уже сообщили о его смерти. Наверное, поэтому его знаменитая волна, а зрители еще и впервые увидят ее близко на уровне глаз, впечатляет так, что у многих развивается морская болезнь. Они перед нами, они над нами, мы среди этих волн. Нам нужна вот эта стихия, которая нас с вами захватывает. Впервые зрителям покажут полотно у берегов Кавказа, много лет хранившееся в запасниках Третьяковки. Реставраторы очистили потемневший лак, и оказалось, что море, которое все это время было зеленым, синее. На картине «Радуга» после расчистки вдруг появились тени моряков на мачтах. Но любая буря у Айвазовского – это лишь суровое испытание, а не конец света. Это всегда надежда на то, что люди будут спасены. Надежда на то, что стихия успокоится. Живописец главного морского штаба Айвазовский не только фиксирует для нас, потомков, величие русского флота. Возрождает на холстах исторические события и битвы, как, например, «Синопский бой» – последнее крупное сражение парусных флотов. Рассказывают, что адмирал Нахимов стоял у картины в потрясении и недоумении. Как можно, не будучи на месте, так точно все изобразить? Чтобы заполучить эту картину из коллекции Центрального военно-морского музея в Петербурге на выставку, реставраторы Третьяковки в обмен полгода восстанавливали для коллег полотно художника Боголюбова, где тот же «Синопский бой» только с берега. Удивительно, но работал Айвазовский только по памяти, закрывшись в мастерской. Возможно, поэтому его виды горячо любимого Неаполя, обожаемого Константинополя и дорогой сердцу Феодосии излучают еще и какой-то внутренний свет самых теплых воспоминаний. Когда одна из картин Айвазовского, очень похожая на эту, выставлялась за границей, журналисты и критики, то и дело беспардонно заглядывали за раму. Искали, ну где-то же должна быть искусственная подсветка лунной дорожки. Нельзя же добиться такого эффекта одними лишь красками. Ничего подобного не обнаружив, особо недоверчивые зрители еще долго вглядывались в полотно, едва ли не касаясь его носом, но видели лишь цепочку мазков белой краски с желтоватым оттенком. От блистательного Петергофа к виду Москвы с Воробьевых гор, от теплой Венеции через Ниагарский водопад к полярным льдам, которые Айвазовский, кстати, и не видел, лишь представил. Выставка устроена так, что зрители, словно парусники в открытом море, идут из порта в порт. На первые дни выставки продали уже 20 тысяч билетов. Пускать зрителей будут ровно по времени, указанному в билетах, каждые полчаса, а гулять среди полотен можно хоть весь день. Будут две очереди, два входа. Один с билетами онлайн, другой в кассу за обычными билетами. И купив онлайн билет, ты можешь принести с собой распечатку или просто на контроле показать на экране своего айфона. Ты – волна моя морская, своенравная волна. Это официальный видеоролик выставки. Стихи Тютчева, словно завещание великого Айвазовского, создавшего 6 тысяч картин и ушедшего за написанием моря. Душу я живую схоронил на дне твоем. Ролик посмотрели в интернете уже 300 тысяч раз. Именно столько зрителей ждут и в Третьяковке до 20 ноября. А уж захлебнуться от восторга не мудрено, как сказал однажды про Айвазовского Гоголь, когда на картинах такая чудесная вода. Алексей Зотов, Илья Марин, Тимофей Генералов, Ольга Коваленко. Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова